Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Два часа назад на нашем канале завершился прямой эфир с главой Карачао-Черкесии Рашидом Темрезовым. Глава региона ответил на все интересующие вопросы жителей республики. Новшеством этого эфира стали видеообращения, которые присылали на WhatsApp. Продолжит тему главного медиа события Альбина Ламкова. Сейчас мы находимся в центральной аппаратной. Сердце телевидения до прямого эфира осталось совсем немного. А чтобы он прошел без каких-либо технических проблем, задействованную аппаратуру проверили и подготовили заранее. Здесь нет права на ошибку. Во время прямого эфира решающее значение имеет каждая доля секунды. Внимание всем участникам прямого эфира. Просьба выключить свои телефоны. До начала прямого эфира три минуты. Руководитель субъекта, приветствуя всех, отметила важность и прямой связи с населением. Поблагодарил за активную позицию жителей и за неравнодушие к развитию республики. А затем рассказал об эпид-ситуации, отметив о стабилизации по этому вопросу. У нас сегодня меньше госпитализированных. Мы закрываем некоторые госпитали. При этом знаю проблему, которая сегодня есть, в том числе по некоторым лекарственным препаратам. Но правительство республики, министерство здравоохранения, Карачаево-Черкесия очень активно работает и с поставщиками, и с Минпромторгом, Министерством здравоохранения Российской Федерации. И мы до конца года будем полностью обеспечены, и в текущее время будем полностью обеспеченными необходимыми препаратами, которые сегодня нам нужны. Затем руководитель региона сказал о важности формирования коллективного иммунитета и то, что это можно достичь путем вакцинации. На сегодняшний день в республике вакцинировано порядка 160 тысяч человек. Это примерно около 55% под плановых показателей. Но мы с вами четко должны понимать, что чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, чем быстрее мы начнем прививаться, тем быстрее мы сможем побороть эту пандемию. Вопросы для прямого эфира поступали в течение недели через различные каналы связи, социальные сети. И несмотря на загруженность линии, можно было дозвониться и задать вопрос главе во время прямого эфира. Вела программу директор ГТРК Корчаева-Черкесии Светлана Казиева. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вопросы мы начали собирать заранее. И они продолжают поступать в эти минуты в наш колл-центр, который вы можете видеть прямо за нашей спиной. Затем, не теряя времени, приступили. На прямую линию по видеообращению дозвонилась по WhatsApp жительница станицы Преградной Любовь Щекланова. Вопрос такой. Газификация нашей станицы. Мы уже полтора года как по улицам у нас прокопали, вложили трубы, но не сдают наше ГРП. Я знаю эту ситуацию, особенно по Преградной. И вот там ГРП-4 у нас, по-моему, мы в следующем году пустим газ в дома всех жителей. Поэтому не переживайте. Я сам этот вопрос проконтролирую и приеду, это всё сам проверю. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведении трансляции. Уже во второй раз члены республиканского правительства, главы городов и районов были на связи со студией в режиме видеоконференц-связи. Многие вопросы касались частных проблем, но были заданы и общественные темы. Например, в ауле Абазакт просили установить детскую площадку. Точка роста в школе Аула Кубина и ремонт дороги Учкикен-Карачаевска. А в посёлке Дамбай просили построить дом культуры. Вас беспокоит Шамиль Хубиев. Я в данный момент нахожусь на Дамбайе. И вот у меня такой вопрос. Наши курорты становятся всё более популярными и уже конкурируют с зарубежными местами отдыха. Но у нас в Дамбайе нет таких культурных площадок. Я думаю, что мы в течение следующего года дом культуры построим в Дамбайе и запроектируем дом культуры ещё и в Архызе. Сотрудники колл-центра, принимая вопросы, предупреждали жителей республики о том, что в рамках полуторачасового эфирного времени не все обращения смогут озвучить. Но без внимания не останется ни один вопрос. В настоящее время поступило более 500 обращений. Интересно то, что поступают обращения не только от жителей Карачао-Черкесии, но и от выходцев нашей республики, которым не безразлична судьба нашего края. Также обращаются и школьники. Попросил ребёнок, восьмиклассник у нас, обратился к главе республики с просьбой подарить ему юбилейные монеты. Хотим узнать о судьбе нашей многострадальной спортивной площадки. Рашид Бориспевич, да, этот вопрос возьмём на личный контроль. И до конца года эти работы мы выполним. Там уже произведено благоустройство двора. А детскую, вернее, спортивную площадку до конца текущего года мы отремонтируем. Будет ограждение, новое покрытие. Выполним эту работу. Затем поступил вопрос от известного коневода Клычгирея Урусова. Его интересовала судьба конезавода в Малокорчаевском районе. Акционерное общество, где 100% пакет принадлежит Карачаево-Черкесской республике. Сегодня, кроме как привлечения инвестиций, улучшения генофонда, регистрации, паспортизации, других мыслей нет. Я такое поручение уже давал Министерству сельского хозяйства нашей республики. Они активно этим вопросом занимаются. Но что больше всего в этом вопросе интересует заявителя, то я могу с ответственностью заявить о том, что у продажи, реализации, приватизации Карачаевского конного завода речи на сегодняшний день вообще не идёт. В ходе полуторачасовой беседы с телезрительными был затронут ряд вопросов, поступивших накануне и непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. От острых проблем до повседневных житейских. Дороги и жильё, ветхое и аварийное. Их капитальный ремонт, качество воды, помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями. Решение вопросов по многодетным семьям. Прозвучала масса вопросов на эти темы. К концу эфира количество поступивших вопросов достигло около тысячи. Как было сказано в самом начале прямой линии, без ответа не останется ни одной из поступивших обращений граждан. С каждым свяжутся и разъяснят, что к чему и зачем. Решение всех вопросов глава республики будет держать на личном контроле. Уже сегодня за просьбами многих последовали поручения Трошида Тимрезова в адрес республиканских и местных органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятым оператором колл-центра, также в ближайшее время будут даны письменные ответы. В заключении руководитель региона рассказал о запланированных мероприятиях к празднованию столетия образования нашей республики. В следующем году мы празднуем столетие со дня образования Карачаева-Черкесской автономной области. И также 30 лет наша Карачаева-Черкесия в составе республики. Как мы будем праздновать? Конечно же, в столице нашей Родины мы обязательно проведем культурные мероприятия. Конечно же, в следующий год, это будет еще год, в год юбилея республики, ознаменован открытием многих социальных объектов, социально значимых объектов, культурных, спортивных, в том числе и касаемых в жилищно-коммунальном комплексе. В следующем году мы официально, торжественно откроем не только стадион, о котором я говорил сегодня, а и нашу соборную мечеть в городе Черкесске. Это будет все приурочено к столетию республики. Так что мероприятий очень много, планов много, задач очень много, но ни в коем случае это не снимает с нас ответственности решать те текущие вопросы, которые вот сегодня мы слышим, интересуют жители нашей республики. Это наша прямая обязанность их решать. Я думаю, что вот так совместными усилиями и при той поддержке, которую мы сегодня чувствуем со стороны нашего президента Владимира Владимировича Путина, который и подписал указ о праздновании столетия республики, мы чувствуем всестороннюю поддержку. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. МЧС предупреждает, в горах Карачаева, Черкесия выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. Ну а сейчас прогноз погоды, после мы продолжим выпуск. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3, плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, а днем до 8, тепла и местами до плюс 13. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1, плюс 1, а днем 9,11 градусов выше нуля. Три причины купить шубу в вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ Панорама. Продолжаем выпуск. Прекрасная возможность для развития легкой промышленности. В селе Очкикен Малокарачаевского района прошел ежегодный традиционный форум «Легкая промышленность». Курс на экспорт данное мероприятие собрало на своей площадке различных производителей из Карачаево-Черкесии, представителей известных торговых организаций России. На форуме побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Форум легкой промышленности – это уникальная площадка для производителей из Карачаево-Черкесии продемонстрировать свои изделия участникам и представителям различных сетевых магазинов одежды. Также это позволит провести переговоры для дальнейшей реализации своих товаров. В связи с соблюдением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса форум проходит в онлайн и оффлайн форматах с трансляцией в интернете. Организаторы отметили, что легкая промышленность – это одна из представительных отраслей экономики республики. С каждым годом такие площадки привлекают многих производителей, что дает возможность развитию бизнеса нашего региона. Более 50 тысяч занятого населения работают в легкой промышленности. И, соответственно, мы всегда будем уделять приоритетное внимание развитию и поддержке легкой промышленности. Сегодня я хочу сказать, что анализируя эту динамику активности, которую сегодня мы наблюдаем, что кратно увеличилось и как количество участников данного мероприятия, так и количество интереса, который проявляется со стороны федеральных торговых сетей. Хочется просто сказать, что сегодня нашим партнером в организации деловой программы форума выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Российская ассоциация фэшн-индустрии. На форуме для всех производителей были организованы обучающие лекции от различных экспертов торговых предприятий. Также предприниматели могли задать свои вопросы и получить необходимую консультацию для продвижения своей продукции не только на рынке России, но и за рубежом. Это конгрессно-выставочное мероприятие, которое предусматривает и образовательную часть, и выставочную. Выставочная часть направлена для тех предпринимателей, покупателей и байеров, которые приезжают к нам изо всех уголков России. Это крупные компании, такие как Сел, Бифри и так далее. Поэтому мы специально этот форум проводим в два дня. Предприниматели в основном это все в сфере легкой промышленности. В этом году мы впервые проводим в селе Учкикен, поскольку самое большое количество предпринимателей в этой сфере находится именно в Учкикене. Торговые представители различных магазинов одежды здесь могут познакомиться с качественной продукцией местных производителей. Для нас важно наладить тесное взаимодействие с предпринимателями, чтобы реализовать множество бизнес-проектов. В этой сфере уверяют представители крупных торговых предприятий. Я надеюсь получить новые знакомства новых производителей тканей и одежды, чтобы разрабатывать новую продукцию для нашей компании. Компания «Озон» является крупнейшим маркетплейсом в России. На данный момент большие планы по развитию СТЭМ в разных категориях. Поэтому компании интересны такие мероприятия. Производители республики представили многообразие товаров из ткани и шерсти. Получить оценку и, конечно, поддержку от экспертов – это прекрасная возможность для дальнейшего развития нашего бизнеса, отмечают участники форума. Мы рассчитываем получить в основном знакомство, рассчитывать кругозор, обрисовать себе перспективы. Думаю, как вот поначалу даже посмотреть, очень продуктивная выставка будет. Большое спасибо организаторам. Для нас это, во-первых, что-то новое, возможность развиваться дальше, знакомство и продвижение своей коллекции. Очень нам понравилось. Мы первый раз на выставке, но решили посещать в дальнейшем ее еще раз. Желаем удачи всем нашим коллегам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с различными фирмами. По завершению форума предприниматели республики продемонстрировали свои изделия торговым представителям различных крупных магазинов страны. Али Халеб Шоков, Али Бастана, Вести, Карачаево, Черкесия, Малокарачаевский район. Это все Вести на сегодня. До встречи и хороших вам выходных.